добрый день дорогие друзья сегодня хочу продолжить тему священных писаний и затронуть такую интересную тему как переводной переводы очень интересно очень важная тема перевода простой пример те кто читают библию евангелие могут легко это убедиться в актуальности этой проблемы просто взяв уроки книжку библия вот умеет книжка библии синодальный перевод который очень-то хороший перевод его зря многие так сказать критикуют это перевод во первых он был сделан усилиями четырех аж духовных академий московской санкт-петербургской киевской и казанской то серьезный труд на основе двух соответственно переводов это септуагин так греческий оригинал втором веке до нашей эры был сделан 70 толковниками самый известный перевод в общем-то ветхого завета и масоретские тексты еврейский оригинал который правда по ходу дела по ходу истории вот масоретами справлялся что тоже чем создало определенные проблемы потому что после пришествия господа иисуса христа уже корректировки еврейского текста были не всегда адекватные вот но на основе вот этих всех возможных источников вот четыре наших духовных академии сделали в 60-х годах девятнадцатого года так называемый синодальный перевод который общепринят чаши везде на русском языке и на виду не на церковнославянске церковнославянский язык кстати отличается тем библии на церковнославянском что она делалась чисто с греческого языка септуагин да а евангелие новый завет как известно и были написаны по-гречески изначально разговорный греческий правда коэне так называемый не тот классический греческий негомеровский греческий разговорный тот который тогда на просторах айкумены средиземноморской существовал был общепринят но тем менее по-гречески уже не по-еврейски но это мы еще коснемся и так замечательно если на дальний перевод мы берем два чем-то место всем известны всем знакомых как ратно читаем их библию в церквах вот глава 10 от матфея как пример как пример вот это известнейшая фраза голова 10 дальше на повторяется в главе 16 сберегший душу свою потеряет ее а потерявший душу свою ради меня сбережете всегда эта фраза вызывала у меня да я думаю многих недоумение что значит что это значит сберег сберегший душу свою потерявший как можно потерять душу это потерял душу то уже все ты ее потерял в ад загремел значит еще хуже ну кавычках хуже еще речи это звучит церковном славянском варианте есть такое предложение замечательное в андроиде всем рекомендую библия называется там сразу все переводы старые новые церковные славянские русские новым 39 читаем обретой душу свою погубить you а иже погубит душу свою мини ради обрящет и и кстати в церкви читается как всем хорошо известно православным и церковно-славянском языке всегда немножко режет слово да как так погубит а кто погубит душу погубить душу имеет определенный уже лексический фон имеет определенный смысл погубить душу значит попасть в ад как можно попасть в ад ради христа непонятно ксюмарон какой-то да бессмыслица но тем не менее вот церковно-славянский перевод и синодальный перевод немного более мягкой мягком варианте но практически говорит то же самое сберегший душу свою потерять ее потерявший душу но потерять душу это все равно что погубить душу погубить душу еще конкретнее еще резче еще сильнее сказано еще абсурднее а потерять душу тоже в общем то как то потерять душу на самом деле речь идет о жизни да в греческом оригинале действительно стоит психи душа зои жизнь по гречески психи душа но душа слово многозначное и в данном случае в контексте вот уже все современные переводы вот например у меня есть перевод научный перевод коллектива автора авторов под руководством кузнецова воен кузнецова перевод с греческого 92 год и все другие там еще целый ряд библиист к обществу прочее кто хочет спасти свою жизнь тот погубит ее кто погубит свою жизнь ради меня тот ее обретет понятно о чем речь на то что пожертвовать свою жизнь ради меня тот кто понятно в общем да ради христа люди шли на смерть лишались физической своей жизни и так далее попадали в рай вот о чем идет речь да то есть контекст контекст нам подсказывает смысл если это контекст убрать да еще по церковно славянский прочитать что кто погубит душу свою понимаете то конечно а и же погубит душу свою меня ради обрящет ю парадокс да ну не все вслушаются правда в слова евангелия когда стоят в церкви мысли слушаться то такие вопросы возникают а не только эти вот есть гораздо более то же самое кстати в главе 16 повторяется эта фраза в той же главе 16 в начале в синодальной библии это как пример я вам говорю о том как важен правильный перевод той же главе 16 в начале допустим говорится когда фарисеи спрашивают а дай нам знать вот покажи нам приступили фарисеи садуке и искушая его просили показать им знамение с неба матфея глава 16 он же сказал им в ответ вечером вы говорите будет ведра потому что небо красно и и поутру сегодня ненастье потому что небо багрово лицемеры различать лица неба вы умеете знамение времен не можете и так далее значит учитывая еще что я ее часто пишется у нас одинаково современный человек молодой читает будет ведро потому что небо красно с вообще непонятно какое ведро что такое ведра знала только моя бабушка моя бабушка умерла в семнадцатом году в столетнем возрасте вот от нее я еще слышал слово ведра ведра думаю что большинство аудитории сейчас понятия не имеют что это такое ведра сухо она еще немножко говорила так пару раз я слышал будет ведра завтра ведра сегодня ведра там было ведра такие деревенское деревне деревенский такой в общем язык старорусский конечно сейчас он не понятен почему многие люди вот например такой был ну по церковнославянски если вам прочитают этот фрагмент то вообще никто ничего не понимает он же он же он же обещав речей им вечеру бывшую глаголите ведро черну тес черну е тбуся небо и отру днесь зима черну тему тебуся драсси лоу я небо может быть я не совсем правильно прочитал но тут так написано я не знаю то есть вообще понять невозможно китайской грамоты да имеется ввиду как я уже объяснил что вечером вы говорите будет сухо потому что небо красно и поутру сегодня не наси потому что небо багрово вообще разница между красно и багрово достаточно слабо уловима ну-ка давайте проверим по современному русскому переводу вот этого кузнецова глава шестнадцатая начало да как тут он переводит с греческого языка иисусу пришли фарисеи судуке желая испытать его стали требовать чтобы он явил он знак с небес он ответил на закате вы говорите будет хорошая погода вот ведра хорошая погода тепло сухо небо красное а рано утром сегодня будет буря видите буря небо багровое если с вечера небо красное то погода будет сухая теплая а если с утра небо багровое то сегодня будет буря чем понятно да разобрались но в любом случае это понятнее чем ведра ведра там уж тем более на церковно-славянском я тут сейчас не выступаю за поголовный перевод давайте все на русский переведем это очень дискуссия на бесконечная и в общем цвет читает по церковно-славянски читает значит так нужно как бы есть каноны что в принципе я считаю уже вся православная практика она я уж не говорю про католическую часто ссылаются на католиков что вот но у них то по латыни и в общем что вы хотите там все нормально нет это не так у них вот и на родных языках тоже все давно уже читаются все эти мессы вот зайдите в храм о людовика святого на лубянке в москве там прям по часам расписано в десять на английском на русском то есть в одиннадцать на испанском в девять на латыни пожалуйста на какую хочешь на такой ходи давно уже на родных языках совершается здесь почему важно церковно-славянский язык он действительно очень важен потому что кроме всякой так сказать семантики там особо распевности это возвышенности можно много мест привести сейчас я не буду приводить более благозвучного равно как и плохо звучного плохо звучного текста на церковном славянском языке но по крайней мере он объединяет славянские народы хоть какие-то сегодня вот я слушал по интернету литургию из почаевской лавры все равно что в москве зашел соседний храм хотя почаева это западная украина естественно когда если все вдруг переведут на родные там здесь по-русски здесь по-украински уже никто ничего понимать не будет все окончательно развалится а так все равно что у себя дома и это хорошо да но дорогие друзья вот например есть такой вот протерей михаил труфанов мученик проведший в лагерях там 20 лет или сколько 20 сталинских книжка и воспоминания первые 40 лет моей жизни рекомендую всем почитать как люди жили не знаю прославлен он нет вряд ли но наверняка будет но он в частности вот я его интервью смотрел в этой книге этого нет а так он говорил что вообще семантика устаревает не семантика лексика устаревает лексики просто слово такое же как и в современном языке а значение его уже совершенно другое противоположное целый ряд таких мест вот не буду сейчас приводить это специальную работу изыскательскую надо ну это всем понятно как каждый кто ходит православную церковь слушает тексты режет слух какие-то слова потому что они имеют совершенно другое значение или непонятно как в данном случае вот ведра или другое противоположное поэтому друзья проблема переводов то есть насколько она важна в том числе на русский язык на адекватный современный русский язык важно правильно перевести потому что текст и без того непростой как я говорил евангельский текст он совсем непростой кто думает что это простой текст и тут все понятно нет нет это конечно не так принято говорить что вот он выражается притчами вроде как это самое самое сложное нет это как раз не самое сложное то есть господь выражается притчами это сложно может быть для рыбаков было поначалу поэтому они говорили объясни нам пожалуйста что ты имеешь ввиду и он им объяснял а для нас сейчас для потомков есть целый ряд других мест ну вот одно из них я зачитывал близко к этому глава 10 пожалуйста прочитайте враги человеку домашние его например евангелие от мотфея 10 36 дальше кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня кто не берет креста своего и следует за мной тот не достоин меня ну то есть такие слова достаточно резкие тут же выше идут знаменитые вот это вот не думайте что я пришел принести мир на землю не мир пришел я принести но меч ибо я пришел разделить человека с отцом его дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его то есть как бы и тут каждый прочитавший сейчас ну вот все я же говорил я же говорил что у меня мать и отец плохие так сказать не дают мне ходить подвязаться там вообще я с ними не живу там все разъезд раздор это странно какая-то религия да казалось бы вся мировая практика вся мировая религия учит о том что наоборот в том числе и Библия и Ветхозавет почитай отца и мать свою и долголетен будешь и на земле одна из заповедей диколога десяти заповедей Моисеева здесь же сам бог выражается парадоксально то есть надо понимать афористичность парадоксальность там восказывание в связи с этим вот рекомендую такую книжечку небольшую не так просто все интерпретировать дорогие друзья логии Христа это правда перевод с английского это собственно попытались воссоздать издательство сфера москва 2002 год изначально евангелие вот это написано изначально евангелие попытались реконструировать как бы текст который был вообще в основе всех евангелий до всех евангелий это в науке уже принято такое евангелие кью оно называется как бы потеряно евангелие кью то есть сборник его высказывание который якобы существовал изначально на арамейском языке на арамейском он же разговаривал по-арамейски есть такая гипотеза вот ветхозавет в новозаветной науке что евангелие от от матфея это было написано сначала по-арамейски потом уже переведено на греческий но к сожалению не нашли не нашли тут прототип арамейский еврейский а нашли уже греческий извод так вот попытались воссоздать это потерянное евангелие кью то есть сборник речений который был изначально составлен сразу же после распятия и воскрешения христа может быть даже начали записывать что-то и в течение земной жизни спасителя но вот это потерянное евангелие кью было вот издано на английском языке сначала логии христа как они назывались перевод с английского как я уже сказал С.П. Евтушенко перевел издательство сфера 2002 год и сами фразы вроде бы всем известные каноничные фразы евангелие из речений короче говоря приписываемых Иисусу Христу и Иоанну Крестителю современнику Иисуса Христа вообще если разобраться в специфике евангельского текста в отличие скажем от там других священных писаний о которых я еще буду говорить то очень много выражений о себе да вот кто чтит меня кто не чтит меня кто идет за мной кто не идет за мной совершенно нет например в буддийском буддийских текстах или в китайских текстах ну как бы Будда говорит ну хочешь иди за мной не хочешь не иди дело твое то есть не имея авторитетов как бы все поверяя своим жизненным опытом своим умом так прямо и сказано что не следуя авторитетам а здесь же вот такая вот часть она очень велика что вот всякий кто признает меня перед людьми будет прославлен ангелами иди за мной возьми свой крест следуй за мной что тоже в общем то афоризм да тоже афоризм что значит возьми свой крест и следуй за мной да куда 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 это куда следует куда именно в каком направлении да вот в свете современных например событий а в жизни крестов недостаточно вот в обычной жизни в быту например во взаимоотношениях с родственниками там с женой с детьми да предостаточно куда еще следовать да вопрос возникает то есть каждая фраза она требует определенной интерпретации поэтому вот проблемы перевода периодически это все переводить на русский язык чтобы было понятно людям о чем же речь идет в священном писании вот такое мы мнение дорогие друзья то есть в европе это вопрос решенный как я сказал что часть служб допустим меньшая она на родном языке часть служб на церковно-славянском это в славянских странах я имею ввиду там сербия там болгария проблема переводов очень серьезно и в том числе касается это и других текстов вот например есть такой замечательный лектор лектор засраб культуры это не ругательство засраб культуры а заслуженный работник культуры он читает в библиотеке в какой-то я случайно наткнулся на его лекцию о конфуции и о дауды цин это другие два великие тексты которые я считаю нужно знать а всего их не так много их пять я считаю как я в прошлый раз говорил это библия ветхий новый завет если брать это за одну книгу разделим на две допустим ветхий завет отдельно библия новый завет отдельно это конечно надо знать китайский дауды цин и лунью это сборник из речения конфуция и бхагавадгита индийский текст и тхаммапада вот сколько получается пять шесть в зависимости от того как вместе считать ветхий новый завет или по раздельности тексты оказавший колоссальное влияние на огромное количество людей на сотни миллионов людей вот коран я в данном случае не беру да прости от меня так сказать мусульмане все-таки он производная уже от арамической традиции в значительной степени а вот те традиции они самостоятельные независимые независимые конфуцианство самостоятельное даусизм буддизм индуизм в виде бхагавадгиты то есть ваишнавизм так скажем если так определить кратко термином научным так вот этот человек который читает лекции и я всем рекомендую он настоящий такой энтузиаст подвижник Александр Казанцев у него есть свой канал в ютубе так он говорит я всю жизнь читаю даудыдзин и понять не могу я три четверти понимает не понимаю вернее четверть понимает я действительно даудыдзин даудыдзин дорогие друзья замечательный текст второй по распространенности по тиражам после библии на планете земля казалось бы китайская традиция но вот есть книжка лао цзы зеленая видите прокиилась зеленая обложка перевод малявина книга о пути и жизни так переводится даудыдзин буквально в смысле дауд это путь д это добродетель книга о пути и добродетели потрясающий текст замечательный текст но читаешь ничего то ничего не понимаешь если вот библии вот все таки понять можно а какие то места такие вот требуют интерпретации толкования это вот даудыдзин читаешь ничего понятнее думаю что такое в чем дело дело кажется в переводах действительно вот тут еще сложнее вопрос замечательный синолог знаток китая так сказать лучший наверное владимир малявин переводчик ну вот как то вот у него он так перевел даудыдзин что вообще сложно что-либо понять наверняка его перевод он приоритете у многих а вот если брать научные такой академический двухтомник это первый том древнекитайская философия дорогие друзья те кто интересуется я считаю что это сокровище сокровище философской мысли религиозной мировоззренческой то здесь есть перевод но это еще советское издание семьдесят второго аж года тут перевод ян хин шун это китайцы этнический китаец который учился в россии вот его перевод просто идеальная что китайцы переводят китайский текст тем более еще сам с философским образованием прекрасно говорящий понимающий русскую русский язык русскую литературу совершенно другое дорогие друзья ян хин шун дает представление об этом источнике просто напросто берем вот первую давайте возьмем первую главу это пять тысяч иероглифов как известно лао цзы древний китайский мудрец который жил в шестом пятом веке до нашей эры старший современник конфуция прожил говорят сто шестьдесят лет ну о нем много мифических сказаний что он в чреве матери был восемьдесят один год и родился в виде старца уже сразу да потом молодел по ходу по ходу своей жизни все наоборот у него протекало ростом был три метра такая легендарная личность и вообще был ли он или это был несколько человек которых за дальнейшим обо всем об этом пишут все эссенологи и здесь это написано и в этом двухтомнике и у малявина вот уезжая разочаровавшись так сказать в правлении царства джен на запад в пустыню он на пограничной заставе по просьбе начальника заставы записал свои мысли получился такой трактат дао дэ дзин пять тысяч иероглифов и в частности глава первая это вообще старый китайский язык его сами китайцы не понимают для китайцев точно такая же проблема на древнекитайский язык тоже требует перевода на современный китайский а вот как переводит малявин а пути можно сказать но то не предвечный путь имя можно назвать но то не предвечное имя что имени еще не имеет то начало всех вещей а что уже имеет имя то мать всех вещей посему обращаясь к полноте отсутствующего постигаешь его исток обращаясь к полноте явленного постигаешь его исход то и другое являются совместно но именуется по разному совместность их зовется сокровенностью сокрытое еще скрывается вот врата бесчисленных чудес но если первый абзац еще понять можно то второй уже тяжело да а вот как переводит это ян хин шун дао которое может быть выражено словами не есть постоянное дао имя которое может быть названо не есть постоянное имя безымянное есть начало неба и земли обладающий именем мать всех вещей поэтому тот кто свободен от страстей видит чудесную тайну дао а кто имеет страсти видит его только в конечной форме оба они одного и того же происхождения но с разными названиями вместе они называются глубочайшими переход от одного глубочайшего к другому дверь ко всему чудесному по-моему гораздо яснее гораздо логичнее и понятнее или вот другой замечательный отрывочек 30 спиц соединяются в одной ступице образуя колесо глава 11 но употребление колеса зависит от пустоты между спицами из глины делают сосуды но употребление сосудов зависит от пустоты в них пробивают двери и окна чтобы сделать дом но пользование домом зависит от пустоты в нем вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты это перевод Ян Хин Шуна ну понятно мысль да то есть некая свобода мудрость в чем это некая свобода некий объем некая пустота должна быть непременно нельзя все занимать чем то да что ты делаешь допустим даже в природе он говорит что так не бывает делается сосуд но главное то что внутри пустота да это кстати касается и идеологии мировоззрение да то есть если ты оставляешь какое-то пространство для свободы для мысли для жизни это одно если у тебя коммунизм марксизм вот эти западные модели которые не оставляют никакого пространства да жестко тоталитарные то это губит живое все а вот как переводит допустим лао цзы тот самый малявин 30 спиц колеса сходятся в одной ступице а польза от колеса в том что в ступице нет ничего лепит из глины сосуд а польза от сосуда в том что внутри него нет ничего пробивает окна и двери чтобы сделать дом а польза от дома там где дома нет поистине то что имеешь приносит выгоду а то чего не имеешь приносит пользу совершенно другой смысл хотя бы последнюю фразу возьмите уян хеншуна вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты а умоляю на то что имеешь приносит выгоду а то чего не имеешь приносит пользу совершенно другое какую пользу приносит вообще то что не имеешь трудно понять польза от дома там где дома нет ну сомнительное умозаключение по моему гораздо логичнее пробивают двери и окна чтобы сделать дом но пользование дома зависит от пустоты в нем действительно пространство пространство внутри дома определяет ценность полезность этого дома да вообще вот так вот дорогие друзья это лучше считается лучший синолог знаток а таких переводов масса малявин я имею ввиду я не так давно зачитывал его переводы древнекитайских афоризмов в том числе хунзы чена вкус корней замечательные вещи 17 века рекомендую вот таким образом главное понимаете если вы не нашли правильный перевод то и понять понять что-либо весьма сложно поэтому вот для евангелий для евангельской литературы для библиист существует масса масса толкований святых людей отцов церкви толкования тоже разные и анна златоустом и филарет дроздов мне например запомнилось его толкованием вот этого места трудного о том что кто погубит душу свою ради меня и тот спасет ее вот его духовную дочь обращается к нему с письмом выражает так же как и я сейчас сомнения в адекватности перевода а что он говорит ну а что что хочешь душа понятие многозначное и тут мы про душегубцев про убийцев тоже говорим что душегубцы хотя они вовсе не не губит душу а просто убивают тело что на самом деле казалось бы такой аргумент логичнее на самом деле сомнительный потому что убивая человека часто и жертва тоже может легко отправиться в ад потому что гибнет внезапно не подготавливается не подготовлена к смерти там и так далее мало ли с какими грехами там этот убийца оборвал ее жизнь понимаете поэтому говорить о том что душа не губится некорректно поэтому точное слово здесь жизнь конечно кто жертвует кто потеряет жизнь свою ради меня тот обретет ее а кто пытается спасти ее тот потеряет ее в этом точный смысл поэтому все современные русские переводы повторяю библейское общество там и какие тут есть вот допустим переводы у нас в этом приложении всем рекомендуем такое приложение библия синодальная елизаветинская есть библия здесь еще нету вот этих этих современных кинг джеймс короля якова библия кстати в ней также однозначно используется слово life жизнь в данном отрезке хотя источник греческий психи душа друзья с разными переводами надо ознакомливаться это не значит что все что мы сейчас имеем это все неправильно нет четыре духовных академии переводили четыре духовных академии поэтому перевод этот очень хороший вполне вполне достаточный даже для того чтобы вычитать в церкви я считаю то есть как раз вот на примере англичан они используют такой литературный высокий штиль так сказать шекспировский язык не уличный да один из аргументов один из претензий ну что русский язык взять сейчас там это все на нем на улице все ходят ругаются нельзя поэтому литературный стиль вот как раз золотая середина высокий стиль литературного так сказать такого образца с элементами может быть и старорусских каких-то слов он понятен он понятен близок все ясно синодальный перевод это такая золотая середина в отличие от церковнославянского который к сожалению порой вообще тьма тьмущая вообще понять ничего невозможно итак дорогие друзья читайте ходите и на церковнославянском и на русском на русском обязательно надо читать чтобы вообще понять о чем там речь так же как при переводах иностранных текстов китайских индийских очень важно правильный найти перевод адекватный перевод который вам как бы на душу ляжет а таких переводов одного только даудыцин уже десятки наших книжных магазинах десятки ну вот лучший вот сколько я не читал и переводы с английского обратные переводы то есть китайского на английский с английского на русский и с китайского ничего лучше вот этого двухком двухтомника советского древнекитайская философия по всем текстам здесь все тексты здесь же и конфуцианские лунью и тут и книга песен и в общем все 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 конфуцианство даусизм легизм легизм третье ну и буддизм тоже присутствует у нас в китайской традиции так же как и материализм даже ну легизм это тоже своего рода материализм такой в общем все все уже было в китае то что потом уже в европе вот этот легизм это как раз вот такой марксизм ленинизм своего времени да империя цинь цинь шухуанди который сжег все вообще книги которые на тот момент были кроме легийских все сжег и конфуцианский и и даосский а заодно и мудрецов тоже с этими книгами сжег или закопал там я уж не помню такой марксист зато объединил империю но ненадолго ненадолго она его пережила это первая империя такая централизованная которая объединила все царства немногим более ста лет по-моему она прошла что-то вроде советского союза чуть-чуть побольше поэтому таки такого рода идеологии они к добру не приводят о чем нам говорит замечательный трактат дао дэдзин дорогие друзья читайте наслаждайтесь мудростью древних на этом вам желаю всего доброго такие мои мысли о переводе и о важности важности правильного перевода всего вам доброго до новых встреч